Манеж Академии футбола вновь принимает под свои своды футболистов волны. Прошло чуть больше недели, как главная пинская команда по игре в мяч занялась приведением себя в форму. Обычно это дается нелегко. Идет постепенная раскачка, в том числе повышение физических нагрузок, как в тренажерном зале, так и на поле. К этому процессу приступил костяк волны. Те, кто на основании контракта остается в ее составе в новом сезоне, и те, у кого есть желание к нему присоединиться. На первых порах это 9 футболистов, находящихся на просмотре. Ребята приехали, да, как бы все видно, с желанием приехали доказать, проявить себя, как бы вот помочь нам в грядущем сезоне. Поэтому настрой боевой. Люди соскучились по мячу, по тренировкам, по всему этому. Хотя сейчас пресезонная работа, это для футболиста не очень любимое занятие, но без этого никак. Поэтому все класс, супер, готовимся. Причем происходит это под одной крышей с Брестским центром футбола, первым спарринговым партнером волны и недавним представителем третьего дивизиона, а ныне второго. Мы застали областных оппонентов Пинчан, заканчивающими свою тренировку, ввиду чего Кэп Белосиних Виталий Кибук даже попросил записать интервью с ним подальше от Брещан. Вдруг те узнают секреты команды, с которой на 25 января назначена встреча. С этими футболистами, если вспомнить, в предсезонке 2023 года тоже был товарищеский матч. Тогда в нем волна выиграла, но с небольшим отрывом. 3-2. Ребята молодые, видно, все тоже желанием, хотят стать футболистами во взрослом футболе, думаю, на хорошем уровне поиграть. Поэтому они, видно, учатся в футбол играть. Вот я так наблюдаю за тренировками, что их обучают. То есть ребята будут обучены, легко с ними точно не будет. Поэтому хороший спарринг-партнер. Во-первых, молодые всегда амбициозные и им что есть, что доказывать. Поэтому, я думаю, будет нелегко, скажем так. Тем более, первые игры всегда волнительные. Одним из тех, кто забил в прошлогоднем матче центру футбола, был Кирилл Ковалевич. Это молодой спортсмен, на которых в волне делают ставку, но уже достаточно опытный. Кирилл выходец из Пинской ДСУ США. В 14 лет успел примерить форму «Динамо Бреста». Поиграл за юношеские команды, защищал интересы футбольного клуба «Стен-Лес», где в 26 матчах реализовал 10 мячей и отдал 4 голевых паса. Вполне результативно, в качестве полузащитника он выступал и за волну. У меня была достаточно большая игровая практика. Получилось забить 4 гола, ну и один в кубке. Ну, хотелось бы больше. Было больше моментов. Получалось так, что не все реализовывал. Какого-либо мандража перед первым спаррингом с центром футбола Кирилл, как и его коллеги по команде, не испытывает. Подтверждая заявление капитана волны о позитивном настроении на схватку. Тем более игра-то товарищеская. Но и неожиданности могут случиться. У них акцент больше поставлен на контроль мяча. Будем брать их больше, наверное, желанием, напором, борьбой. Как раз об этих трех составляющих, которых в прошлом сезоне хватило, чтобы к итогу чемпионата зафиксироваться только в середине турнирной таблицы. Любой результат требует выводов. И они есть и у тренерского штаба волны, и у ее спортсменов. Каждый, наверное, выводы, каждый для себя сам делает. То есть, на каком он уровне мог сыграть, на каком он уровне сыграл. И он уже сам должен корректировать свои какие-то моменты в футболе. То есть, можно чем-то поработать дополнительно. Может быть, где-то нужно добавить в физических каких-то кондициях. То есть, каждый футболист чувствует сам себя. Если у него есть желание, то у нас, слава богу, есть для того, чтобы это все реализовать. То есть, и тренажерный зал, и футбольный манеж посреди условий. Работай над техникой, над силой, над всем чем угодно. Тем, кто соскучился по пинскому футболу, можно будет 25 января, начиная с 11.30, увидеть матч волны и брещан в Академии футбола. А заодно вместе с тренерами клуба тоже присмотреться к возможным его новичкам и оценить игровую форму белосенних после отпуска.